Привет, друзья! Я снова с вами в привычной обстановке. Прошу прощения за мое отсутствие. Я уже писала в инстаграме, что мне предстоял 18-часовой переезд. Я решила прессовать в поезде, чтобы, так сказать, провести время хоть с какой-нибудь допользой. И сегодня выйдет целых два видео. Сейчас я покажу результаты четверга четкого тигра. А в следующем видео покажу результаты, собственно, пятницы пикантного таракана. Как я уже сказала, я рисовала в поезде. И хочу заметить, что не так уж это удобно, как мне почему-то казалось. Я ехала на второй полке купе. Я обычно люблю там ездить, но как-то в этот раз было слишком темно и слишком трясло. Я как-то со всем своим арсеналом маркеров, карандашей там развалиться не могла. Но, тем не менее, я справилась с заданием. И сегодня я покажу своего четкого тигра. Сейчас я покажу вам это поближе, а в конце покажу работы за предыдущий день серьезных рыб. Знакомьтесь, четкий тигр. Я решила подойти с нескольких сторон, так сказать. Несколько разных приемов формы образования решила применить. Здесь у меня есть такой пухляш, который прилег. Здесь есть такой большой, высокий и серьезный мужчина. Поместила сюда также морда заинтересованного такого тигра без ушей, без ничего и поймите, что это тигр. Этот парниша был самым первым, которого я рисовала. И он у меня такой уверенный, серьезный парень. Я хотела ему еще нарисовать кепку, но что-то потом передумала. Поэтому вообразите, что он так и должен был быть. Попробовала белым карандашом изобразить штрихи, чтобы передать шерсть. Кстати, я решила попробовать разные способы изображения полосочек. То есть, здесь у меня такие острые треугольные. Кстати, да, вы можете обратить внимание, что здесь аккуратность у меня хромает. Потому что поезд невероятно шатала. Так вот, есть у меня такие острые полосочки. А здесь он вообще похож на моряка. И если ему дорисовывать кепку, то, наверное, какую-то моряцкую кепку. А когда я рассказывала маме про этот весь челлендж, и что сегодня в четверг будет четкий тигр, маме послышалась чуткий тигр. Я решила нарисовать, собственно, чуткого тигра. Который, ну, такой чуткий. И его каждая мелочь может привести к слезкам. Здесь я еще записывала задание по английскому. А это руспись нашего чуткого тигра. Вот такие у меня получились тигрята. И по нашей уже сложившейся традиции я жду от вас в комментариях, какой из них понравился вам больше. Большая часть челленджа уже позади. То есть, мы уже сделали 4 дня. И я надеюсь, у вас еще остался запал, чтобы добить эту неделю. А сейчас я хочу показать вам некоторых серьезных рыб, которые зацепили мое сердце, запали мне в душу. Короче, которые мне понравились. Самая первая иллюстрация, которая привлекла мой взгляд, была вот эта. Очень она уж странная. И в этом что-то есть. У этого рыбы мне понравились насупленные брови. Этот персонаж мне запомнился своими вот этими разношерстными колючками, конусами. Здесь мне очень понравилась техника исполнения. И иллюстрации этого автора я уже показывала, когда была Ньяла. Здесь мне понравилась идея с моноклем. Этот рыб очень смешной. Во-первых, мне нравится, когда иллюстрации делают поверх фотографии. А во-вторых, у этого рыба есть ноги. Кстати, по поводу иллюстрации поверх фотографии, художница и иллюстратор Даша Артемьева, которая, кстати, тоже из Кривого Рога, принимает участие в этом челлендже. И мне невероятно приятно. И хотела обратиться к вам. Если у вас есть какие-то иллюстраторы, которых вы бы хотели видеть в нашем челлендже, обязательно им напишите об этом. Я думаю, это будет очень круто посмотреть, как у иллюстраторов проявляется их стиль в одинаковых заданиях. Графическая работа. Мне очень нравится, как она выполнена. Четко, без лишних деталей. И этот черный квадрат на фоне как-то собрал все воедино. Изумительные губки. В этой иллюстрации мне очень понравилась техника выполнения, цвет. А также то, что на табличке написано «Аскабан Призон». Целая страница розовых скетчей странных рыб, особенно там, которые нос такой большой. И напоследок акварельный парниша с синим ирокезом. Мне очень нравится ваша активность. Продолжайте в том же духе. В комментариях можете писать не только по поводу моих иллюстраций, но и по поводу иллюстраций ваших коллег. Напишите, какая вам понравилась больше. Общайтесь, давайте объединяться. А мы с вами увидимся очень скоро, потому что, скорее всего, следующее видео выйдет в течение часа-получаса после этого. Так что оставайтесь со мной. Увидимся через несколько минут. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok